Как выжать из себя максимум 5 простых советов Делай короткую, эффективную разминку Разминка должна длиться не более 10 минут И за это время подготовить твои мышцы к предстоящей работе Выполните 4 пункта и все будет в порядке Подготовь мышцы с помощью массажных цилиндров, динамических упражнений, подъема колен, бег на месте с захлестом голени То есть, чтобы твои пятки касались ягодиц и шагающий выпадок и растяжки Активируй группу мышц с помощью упражнений с собственным весом Приседания и отжимания изометрических упражнений Планка на 5-7 секунд, приседания у стены и упражнения с легкими весами Пройдись по запланированным на тренировку упражнениям с грифом от штанги или легкими весами Начни наращивать усилия сначала с облегченными сетами запланированных упражнений Потом постепенно выходи на свои рабочие веса Сперва возьмитесь за сложное Ты наверняка уже это слышал, но мы все же повторим Самые трудные упражнения должны идти первыми в списке К примеру, становая тяга, которая требует значительно больших усилий и энергозатрат Должна стоять перед разводкой гантелей лежа, а приседания перед жимом ногами Начинайте с тяги Будь то тренировка на все тело или суперсет на грудь или спину Важно тело сначала тягу, а потом жим Последний зависит от стабильности мышц, вращающей манжеты плеча, которые крепятся к лопаткам Но если ты начнешь с тяги, например, с подтягиваний и тяги штанги к поясу То разработаешь плечевой сустав, разогреешь мышцы и понизишь риск травмы Не качайте мышцы с живота в начале занятия Легко поддаться искушению прокачать пресс в начале тренировки Либо вставить упражнения на мышцы с живота между сетами тяжелых упражнений Таких как приседания со штангой или становая тяга Они просты и не требуют много времени на подготовку оборудования Проблема заключается в том, что эти составные движения очень зависят от силы кора Если их утомить, про результаты в базовых упражнениях придется забыть Если между тягой ты нагрузишь мышцы с живота кранчами и сетапами с весом Качество выполнения пострадает, что может привести к травме Лучше выделить упражнения на кор в отдельный день или выполнять их в конце тренировки Допускай колебания Твое тело не будет выдавать стабильный результат только потому, что ты тренируешься регулярно Будут дни, когда ты будешь чувствовать слабость И дни, когда твоя центральная нервная система не будет работать на все 100 Иногда себя без особой на то причины может забеспокоить какой-то сустав или отдельная мышца Вместо того, чтобы терпеть боль ради того, чтобы добиться обычных результатов Лучше быть осторожным и соблюдать безопасность Меняй и подстраивай свои цели в зависимости от состояния Если ты сегодня не на высоте, уменьши веса на 10-15%, чтобы избежать травм Тренировка все равно будет полезной Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok